Это вызовы времени в студии Николай Силков. Здравствуйте. Президент собрал заседание Совбеза по вопросам обеспечения национальной безопасности. Геополитический интерес к нашей стране со стороны Запада не угасает. Напряженная обстановка в мире и непосредственно у наших границ санкционное давление не позволяют самоуспокоиться. Время заставляет быть начеку. Весной Варшава уведомила о решении не выполнять договор об обычных вооруженных силах в Европе в отношении нашей страны. Это фактически последний юридически обязывающий международный акт в сфере контроля над вооружением. Руководство Польши и стран Балтии обвиняет Беларусь в неких мифических агрессивных намерениях, которых никогда не было и быть не может. Нагнетает истерию по поводу присутствия на нашей территории сотрудников частной военной компании «Вактор». Они достукались до того, что уже требует немедленного вывода их из Беларуси. При этом сами увеличивают военные бюджеты, стягивают нашим границам крупные воинские формирования. Ответ простой. Ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего. Тогда можно и нам предъявлять претензии по поводу присутствия здесь военнослужащих из других стран. А пока это необоснованное и глупое требование. Даже не просьбы, предложения, а требования. Наша страна, миролюбивая страна. Мы выставляем миролюбивые инициативы, особенно направленные на добрососедские отношения с сопредельными странами. Соседи, как президент повторяет, не выбирают они от Бога. И сегодня это было сказано. В том числе безвизовый режим посещения нашей страны со стороны Польши, стран Прибалтики. Это своего рода белорусский шенген по сравнению к Европе. Только, к сожалению, он принят в одностороннем порядке. Мы принимаем меры, направленные на доброжелательные, добрососедские отношения и по отношению к полякам, и по отношению нам выставляют какие-то требования и условия. Создают очереди на пунктах пропуска, закрывают пункты пропуска, грозятся закрыть границы. Но, наверное, это демократические ценности по-европейски, по-другому не скажешь. Поэтому Беларусь никому не угрожает и не вырабатывает каких-то угрожающих мер для безопасности других стран. Напротив, мы готовы к сотрудничеству и взаимодействию. С января 23-го Беларусь по безвизу посетили свыше 315 тысяч иностранцев. В основном это жители Литвы, Польши и Латвии. В июле, напомним, вступил в силу обновленный закон о гражданстве. Изменения затрагивают целый ряд новаций. Законодательство динамично меняется в зависимости от реалий сегодняшнего дня, а также тех вызовов и угроз, с которыми сталкивается Беларусь, и аспектов, связанных с миграцией населения. Сердце обливается кровью. В конце 2015-го Валентина Асессорова продала дом за копейки в родном Донецке, чтобы жить в мире и спокойствии. В сторону Ростова добиралась попутками через минное поле. Оттуда приехала поездом в Бобруйск, где с теплом приняли родственники. За 8 лет практически с нуля обустроила жилье в частном секторе, обрела новых друзей, а главное – уверенность в завтрашнем дне. Чистый воздух, красивая природа и уютные улицы – причины, по которой семья Кулик переехала из Казахстана в Беларусь два с половиной месяца назад. Выбрали Бобруйск, здесь обознавались их дети и внуки. Через пару недель после приезда Валентина и Николай приобрели двухкомнатную квартиру в микрорайоне Киселевича. Все устраивает, мы здесь так быстро и легко обжились. Супруга младшего сына, она педагог, и как бы сразу здесь инновационная школа открылась, ей предложили здесь место поработать. И, в общем, как-то все складывалось так, чтобы дети приехали в Беларусь, именно Бобруйск. Везде подсказывают, рассказывают. Даже как вот не местные мы люди приехали, вот даже не знаем, как куда добраться. Где-то у кого не спросишь, человек чуть ли не за руку, если свободная минута есть, доведет до перекрестки и доступно все расскажет. В июле этого года вступили в силу изменения в закон о гражданстве. Теперь, чтобы стать полноправным жителем нашей страны, иностранцы принимают присягу на белорусском или русском языке на выбор. В Бобруйске такая церемония проходит впервые. Дает клятву быть патриотом второй родины 21 человек из Украины, Армении, Казахстана и России. Торжественно клянусь соблюдать, поважать Конституцию и Республики Беларусь и иные акты законодательства. Защищать независимость, суренитет и территориальные ценности Республики Беларусь. Это было искренне, это было от души, потому что люди принимали присягу на верность белорусскому народу. Я думаю, что сегодняшнее мероприятие прошло на высшем уровне. Прежде чем получить паспорт, новоиспеченным гражданам предстоит сдать тест на знание одного из государственных языков – русского или белорусского. Этого можно избежать в случае наличия аттестата или диплома о получении должного образования. Все инновации в закон позволяют иностранцам сделать осознанный выбор в пользу мира и спокойствия. Кроме того, вводятся новые основания для утраты белорусского гражданства. Лишить его могут осужденных за экстремизм и причинение тяжкого вреда интересам Беларуси. Также увеличивается срок рассмотрения ходатайства о выходе из гражданства Беларуси до одного года. Август 20-го преподнес белорусам важный урок. Многие всерьез переосмыслили взгляды на жизнь и осознали, что стоит за понятиями патриотизм и измена родине. Злую шутку сыграли кружки по протестным настроениям. Под их чутким руководством еще в период электоральной кампании начали разрастаться деструктивные телеграм-каналы. Для каждой группы особое задание. Для медиков пресловутая акция белых халатов. Для рабочих призывы останавливать производство на заводах. Ничто иное, как манипуляция сознанием. Я стал читать всевозможные экстремистские материалы. Несколько раз я выходил на марши, собирал дворовые чаепития. Но тем не менее, ситуация поменялась к тому, что я увидел, что эти все материалы ведут просто-напросто к разжиганию розни, к разжиганию конфликта внутри нашего общества. И я пришел к мнению, что это совершенно неправильно. Абсолютно. Никакая революция, никакие насильственные действия не могут привести ни к чему хорошему. Кроме всего прочего, находясь в своей жизненной ситуации, мне пришлось обратиться к нашему государству. И благодаря социальности нашего государства, социальной его составляющей, мне сделали дорогостоящую, хорошую операцию. Спасли мою жизнь. Поэтому я считаю, что любой человек, прежде чем начинать какую-то революционную деятельность, должен сначала посмотреть не только на плохие стороны какие-то у государства, которые раздуваются, но и на хорошие. Распространение и хранение материалов деструктивного характера, напомним, преследуется по закону. Весной 23-го Александр Лукашенко подписал документ об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности. За ряд преступлений антигосударственной направленности устанавливается дополнительное наказание. Штраф до 50 тысяч базовых величин. Сесть за решетку можно и за пропаганду терроризма или дискредитацию вооруженных сил. Все просто. С предателями разговор короткий. Тем временем Беларусь готовится отпраздновать День народного единства. До 16 сентября представители общественных объединений будут посещать различные регионы страны. От Могилева до Барановичей. В программе автопробеги, концерты, диалоговые площадки. Открытый разговор по актуальным темам информационной повестки, в том числе острым, помогает найти ответы на волнующие вопросы. День народного единства, то есть святое, якое одное у всех беларусов, это исторический факт. Именно витта за усаду Беларусь развивалась в двух накерунках, в заходнем и в сходнем. Именно витта вот этот день, это тое, что беларуская нация становится одинным народом. И те, кто размовлял на калистое на польской мове, и кто калистое размовлял на старорусской мове, это наши люди, которые жили побачь и за усады лечились одинным народом. И поэтому это святое, святоественности, святое, хоть для нас новое, а ли оно с прадвеку у душах и сердцах наших основало. Идею учредить такой праздник поддержал президент еще в 2021-м. Главная цель – сплотить беларусское общество. В этом году День народного единства пройдет под эгидой мира и созидания. Традиционно акцент и на сохранении исторической памяти, патриотические ценности нашего народа, угроза суверенитету и глобальные вызовы. Об этом говорят во всех уголках страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова